Всем привет, ребята! Меня зовут Руслана и сегодня я вам расскажу о корме Чапи. Так, ну что ж, давайте начнем. Я буду читать из интернета, если что, оставлю ссылку на какой-нибудь сайт. Одним из самых рекламируемых кормов для собак эконом-класс является Чапи. Его производством занимается корпорация Марс, которая также выпускает педигрии и вискос. Состав корма для собак Чапи. Рассмотри состав корма Чапи для собак на примере варианта сытно-мясной обед с говядиной. Первый ингредиент злаки является источником углеводов. Не указано, какие именно злаки, а вдруг на один из них аллергия. На втором месте мясо из супродуктов. Предположительно, это говядина, ведь такая пометка на упаковке. Но опять ничего не уточнено, какие именно супродукты, сколько там мяса и сколько этих супродуктов. Читаю состав. Состав – злаки, мясо и супродукты, белковые и растительные экстракты, жиры животного происхождения, морковь, люцерна, растительные масла, минеральные вещества, витамины. Кроме мяса и супродуктов, источником протеина также выступают белковые и растительные экстракты. Опять непонятно, из чего именно они получены. Получены? Не знаю. Такая же ситуация и с источником жиров. Написано просто жиры животного происхождения и растительные масла, остальные ингредиенты состава – морковь, люцерна, минеральные вещества и витамины. Помимо прочего, в анализе указано всего 15% белка, учитывая, что одним из его источников являются белковые и растительные экстракты, и они на третьем месте, а злаки также содержат белок. То в втором компоненте мяса и супродукты мяса, вероятно, и вовсе нет. Плюсы и минусы данного корма. Среди преимуществ – очень низкая цена, и кроме сухого корма есть и консервы. И минусы – нет данных, что именно за злаки, мясные супродукты и жиры. Не указано проценты ингредиентов, может, мяса и супродуктов, там всего 10%. Не указано консервант и очень плохой состав. А теперь один отзыв. Пишет Оксана. Как-то взяла в супермаркете чапи для своего песика. Даю ему сухой корм в качестве поощрения за выполнение команд, хорошее поведение. Съела пару грамм без особого аппетита и потом отказался от нормальной еды. И началась и рвота, и диарея. Пережить этому помогли, и стала нормальная диетическая еда. После проверила дату, корм годен, еще пару месяцев. Значит, причина – состав. Выводы про корм чапи. Про корм чапи для собак отзывы есть как положительные, так и отрицательные. Но сайт Дайлапа не рекомендует его по другой причине – из-за плохого состава. Каким хорошим не были рекламные слоганы и надписи на яркой упаковке, они фактов не изменят. Если вам понравилось видео, поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока-пока-пока!